Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать послание к евреям первоверховного апостола Павла. И сегодня мы делаем обзор второй главы этого послания. В этой главе апостол делает применение изложенного в предыдущей главе учения о превосходстве личности Христа как путем наставления, так и посредством аргументов. Об этом с первого по четвертый стих. Далее, здесь апостол Павел продолжает развивать тему о превосходстве Христа над ангелами с пятого по девятый стих и снимает позор с креста Христова. Об этом с десятого по пятнадцатый стих. Ну, в общем-то, понятно, так как крест считался тогда позорной казнью. И последняя тема, шестнадцатого по девятнадцатый стих. Апостол Павел говорит о воплощении Христа, который воспринял на себя не природу ангела, но семя Авраамова. По сути, дело общей человеческую природу, соделавшись нашим сателесникам. И первый раздел с первого по четвертый стих Павел делает применение изложенного в предыдущей главе учения о превосходстве личности Христа как путем наставления, так и посредством аргументации. И мы читаем. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Неопротестанты считают, что отпасть невозможно. Если ты уверовал во Христа, значит, ты избранный, и ты не можешь отпасть ни в каком случае. И ни в каком случае не можешь потерять благодать. Но это их домысел, который никак не основывается на Священном Писании, где очень часто не только в Ветхом, но и в Новом Завете говорится о том, что до конца человек не может быть уверен, сохранил ли он веру, правильно ли он совершил течение своей жизни. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, то есть слово Торы, закона, как и сказано в Ветхом Завете, что закон дан при служении ангелов, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как же мы избежим, вознерадев отоликом спасения, то есть которое дано нам в формате уже Нового Завета, которое, быв сначала проповедано Господом, в одни его земной жизни, вас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле». Ну, как и Христос говорил, что Дух Святой научит, наставит на всякую правду и напомнит мои слова. И вот владыка архиепископ Оверкий Таушев пишет, «Вторая глава продолжает ту же мысль о превосходстве Сына Божия перед ангелами, а вследствие того и превосходстве Нового Завета пред Ветхим. Апостол говорит, что если честь ангелов, преподанные людям, Ветхозаветный закон должен был строго соблюдаться, и нарушение его наказывалось, то тем более подвергается наказанию тот, кто станет пренебрегать новозаветным законом, который проповедан был Господом, и в книге «Деяний» тоже говорится, что Ветхозаветный закон принят был служением ангельским, книга «Деяний» 7.53 и послание к Галатам 3.19, в Священном Писании Ветхого Завета мы не находим указания, чтобы закон Божий израильскому народу был преподан через ангелов, косвенные указания есть, прямого нету. Святой Ансалтаус полагает, что ангелы присутствовали, когда Бог вручал Моисею на Синайской горе каменной скрижали с десятью заповедями, и си это ангелы, которым верен был избранный народ Божий, производили на горе Синай трубные звуки, огонь и мрак, так как каждый ангел отвечает за какую-то природную стихию. Здесь трубные звуки, огонь и мрак связаны с ними. Они же, ангелы, принимали участие во всем сказанном и сделанном Ветхом Завете. «Видимо, память об этом участии ангелов хранилась в иудейском предании». И так как апостол Павел достаточно часто в своих посланиях использует иудейские предания, то есть он учитывает тот понятийный аппарат, который был у крещенных евреев. Далее. Апостол продолжает развивать тему о превосходстве Христа над ангелами, и об этом мы читаем с 5 по 9 стих. «Ибо не ангелом покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто нигде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его». То есть в некотором смысле человек, человечество, они заняли место ангела, падшего ангела, прежде всего дьявола, которому был поручен, как пишет Иоанн Дамаскин, весь земной чин. То есть до своего падения дьявол был ангелом-хранителем планеты Земля. А когда он пал, владыкой над землею ставится человек. Как говорится в книге Бытия, когда Бог творит человека, он говорит ему «владычеству и господству». «Все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. в результате грехопадения произошел как бы отпад человека от царственного достоинства. «Но видим, что за претерпение смерти увечен славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». То есть во Христе восстанавливается достоинство падшего человечества, как Бог и создал человека, чтобы он господствовал над этим миром, и во Христе восстанавливается достоинство, утерянное нами в прислушании Адама и Евы. Архиепископ Аверки Таушев пишет, здесь под унижением Сына Божия, о чем мы прочитали в 9 стихе, надо понимать крестные страдания и смерти Иисуса. Сравните с пророком Исаии, 53 глава, 3 стих, далее владыка Аверки продолжает, «это было лишь временное унижение, немного был унижен, то есть на малое время, которое потом привело к славе и само человеческое естество Господа, превознесенное выше всякой твари, сам же апостол толкует это унижение в том смысле, что любовь Божия к людям определила ему, то есть Христу, вкусить смерть за всех, то есть своей смертью он смерть попрал. Далее с 10 по 15 стих во второй главе послания к евреям апостол Павел говорит о том, что снимается позор с креста Христова. Как я уже сказал, крест считался в античные времена, в дохристианские времена самым позорным видом казни. И в Ветхом Завете тоже сказано проклят висящий на древе. И мы читаем с 10 стиха по 15 «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все» Тот – это Христос, «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все», то есть все для истинного человека и его человечества, для Христа как главы Церкви, и от Которого все, то есть от истинного Бога, Сына Божия, приводящего многих сынов в славу, сыны – это те, которые церковные люди, вождя спасения их совершил через страдания. Через страдания Христа мы входим в славу, через его смерть освобождаемся от вечной смерти. «Ибо и освящающий, то есть Христос, и освящаемые, то есть христиане, все от единого, то есть все по воле Бога. Поэтому Он, то есть Христос, не стыдится называть их, то есть верующих в Него, братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою тебя». И еще «Я буду уповать на Него». И еще «Вот я и дети, которых дал мне Бог». То есть Христос воспринимает нас как братьев и как своих детей. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оное, то есть человеческую кровь и плоть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Это была полная победа над дьяволом, то, что Христос совершает в себе самом, нас ради человека наше ради спасения и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Таким образом, Христос спасает нас и от власти дьявола, и от власти греха, и от власти страха смерти, потому что все люди через всю жизнь были подвержены рабству от страха смерти, как некий домоклов меч, занесенный над каждым из нас, смерть, она всегда маячит где-то рядом. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Детьми называются здесь все спасенные, то есть все смертные люди». Смысл этого изречения тот, что Христос для поражения дьявола, подчинившего людей смерти, и для уничтожения страха перед смертью, сам подобно нам принял на себя плоть и кровь, то есть смертную человеческую природу, также воспринял плоть и кровь, этим словом обличается ложь еретиков докетов, будто Господь Иисус Христос имел только призрачную человеческую природу. Нет, Он не имел призрачную человеческую природу. Если бы это было бы так, то мы не могли бы быть Его сотелесниками, и Он не смог бы взять на себя наши грехи. В Никео-Церградском символе веры о Христе говорится, что Он «вочеловечишеся», то есть стал подобен нам во всем, кроме греха. Далее, 16 по 19 стих, апостол Павел говорит о воплощении Христа, воспринявшего на себя не природу ангелов, а человеческую природу, и объясняет, почему Он так сделал. И мы читаем, «Ибо не ангелов восприемлет Он, то есть Христос, но восприемлет семя Авраамова, а так как Аврааму было сказано, что в семени Его благословятся все народы земли, иначе Христос через семя Авраама восприемлет природу всего рода человеческого, всех народов земли. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова, посему Он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». То есть Он уподобляется нам во всем и далее говорится «был искушен во всем», чтобы стать милостивым первосвященником нашего спасения на небесах, который знает все наши язвы, болезни и немощи. «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он был искушен во всем, ни о ком не сказано, что искушен во всем. Нет такого человека, у которого искушение всей земли, каждый искушается, обольщается собственной похотью, у каждого свой набор таких похотей, но это не относится ко Христу, который, как наш цитилесник, воспринявший нашу природу, наше немощи, был искушен именно во всем. И это делает его милосердным по отношению к нам. Он знает наше немощи, он чувствовал их в своем теле. И смотрите, что пишет апостол Павел ниже, это 4 глава 15 стих послания к евреям, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем кроме греха». И вот в этом великое преимущество Христа, который знает любую немощь, особенно когда он взял на себя грехи всего мира, он понес на себе все наши нравственные изъяны, болезни, немощи. может быть, ты отец, брат или сестра тяготишься своей немощью настолько, что не решаешься о ней поведать другим людям. Поговори об этом со Христом в молитве, потому что наш первосвященник небесный, Господь Иисус Христос, был искушен во всем. Он знает и твою немощь, и мою немощь. Святитель Иоанн Златоуст пишет, потом апостол показывает, как он, то есть Христос, верен, продолжая, для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Это, по-видимому, весьма уничиженно, смиренно и недостойно Бога, ибо как сам говорит, он претерпел, то есть это трудно понять, неужели он взял на себя всякую немощь, всякие безобразные помыслы. Златоуст продолжает, здесь он говорит о воплотившемся Боге. Может быть, это говорится и для успокоения слушателей, и во внимании к их немощи, смысл слов его следующий, Христос, пришедший самым делом, испытал то, что мы терпим. теперь ему не безызвестны страдания наши. Он знает не только как Бог, но и как человек, познавший и испытавший самим делом. Он много пострадал, потому может и нам сострадать, хотя Бог бесстрастен, но здесь апостол говорит о воплощении и как бы так сказать, самая плоть Христова претерпела много страданий, и прежде всего нравственных, когда он взял на себя грехи всего мира. Золотаус продолжает. Он знает, что такое страдание, знает, что такое искушение и знает не меньше нас, страждущих, потому что он сам страдал. Что же значит может и искушаемым помочь, иначе сказать, он с великой готовностью подаст руку помощи, будет сострадателен, так как евреи думали иметь большое преимущество перед верующими из язычников, то апостол внушает, что они имеют преимущество в том, чем Бог нисколько не унизил и верующих из язычников, то есть открыл себя нам, чем же именно, тем, что от них спасение, что наперед к ним он пришел, что от них принял плоть. Ну, помните, как Христос говорил, что он пришел наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Итак, сегодня мы сделали обзор второй главы послания к евреям первого Верховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор третьей главы этого же послания. Верховного Павла.